Вы сейчас наблюдаете вот этот жилой район древнего Капернаума. Обратите внимание, основной строительный материал это камни, потому что все равно на протяжении истории лесов становилось все меньше и меньше в этом регионе. Да, написано Елисей, помните, там с дровосеками он однажды был, они захотели построить новое поселение, начали вырубать леса. То есть лесов когда-то было очень много, и поэтому и медведей было очень много. В древнем Израиле, да, во времена Елисея упоминается. В тот период, уже 2000 лет назад, больше было камня, чем дерево, поэтому дерево будет в основном как стеллажи, да, крыши будут составлять деревья. Перекрытие. Перекрытие, да. Вот, что вы видите перед собой? Вы можете представить, смотря на эту картину, своего рода дом отца, который был тогда. Что это значит дом отца? Да, это вот такой вот небольшой дворок, где будет несколько помещений, может быть даже больше, не два, не два, а три, которые вы видите здесь, а больше. И помните, Ешел говорит, в моем доме отца обители много. Я могу, я иду, чтобы приготовить для вас каждую, да. То есть используется вот такого вида семейный дом, в котором вот общий дворик, где своего рода такая кухня общая и затем непосредственно жилые помещения. Да, сегодня с нашими запросами мы не понимаем, почему комнаты такие все маленькие, потому что в те времена не было такого громадного количества мебели, как у нас сегодня. Второй момент, обратите внимание на пол, на пол, да, видите такие большие камни базальтовые. И сказано, если женщина найдет драхму затерявшуюся, то устроит такой праздник, что пригласив всех своих друзей, будет целый пир. Почему? Потому что если дорогая монета, да, большого эквивалента, миллион вон, вот, упадет куда-нибудь, она может заселяться на несколько лет, как минимум, да, вот в таких камнях. И поэтому, вау, когда ты находишь миллион вон на дороге, ты готов сделать пир. Да, правда? Слава Богу. Хорошо, следующий момент, вы видите, здесь такой инструмент, и это последний, чуть-чуть еще потерпите. Посуда, видите, вот такая вот конусы, конус вот такой, и вот такая крышка, на него она надевается. Вот это устройство, этим устройством перемалывали, да, мелочный жернов, жернов, спасибо большое, мини такой. Видите, с двух сторон вставлялись такие балки, и две женщины вот так вот ходили по кругам и перемалывали пшеницу, превращали его в муку. И сказано в Писании, почему нужно две женщины, и почему еще используют тот же образ из повседневной жизни, и говорит, двое, двое будут на постели, один, двое будут что? Молоть, одна возьмется, другая останется. Видите, да, это вот использован образ из повседневной жизни, потому что обычно на этой кухне, вот в этом дорике, две женщины будут молоть зерно, превращая его в муку. Идемте, все, солнышко горячее. Хорошо, друзья.